С 15 апреля каждый нижегородец, выходя на улицу, обязан иметь у себя уникальный QR-код, в котором будет зашифрована информация о владельце, его адресе и цели появления на улице. Получить код можно несколькими способами. Первый и самый простой – скачать на смартфон приложение «Карта жителей Нижегородской области», нажать кнопку «Выйти из дома» и указать цель. После чего сохранить QR-код на смартфон и при необходимости предъявить его полиции или уполномоченному лицу. Также можно зайти на сайт nn-card.ru, пройти такую же процедуру оформления и распечатать код на листке. Он будет иметь равную силу с изображением на смартфоне. Если же у вас отсутствуют технические возможности воспользоваться сайтом или приложением, оформить выход на улицу можно по телефону 112. Там вам продиктуют уникальный код, который необходимо написать на листочке и также предъявить при необходимости. Стоит помнить, что такие коды одноразовые и срабатывают только при одной проверке. При попытке предъявить этот код во второй раз, на вас может быть наложен административный штраф от 1000 рублей за нарушение режима самоизоляции. Другая ситуация с теми, кто по воле долга должен каждый день ходить на работу. За сотрудника выход из дома оформляет работодатель, чье предприятие имеет право функционировать во время режима самоизоляции. Для этого необходимо создать заявку со списком сотрудников и отправить на рассмотрение в орган, уполномоченный принимать решение. Это делается также на портале nn-card.ru или в мобильном приложении. Если заявка одобрена, у работодателя появляется возможность оперировать списком сотрудников в личном кабинете. Далее все работники из этого списка, установив на свои телефоны приложение карты жителей Нижегородской области, получают QR-коды с пометкой «От работодателя». Если приложение невозможно установить на мобильный телефон, а под рукой нет стационарного компьютера, тогда заявку на поездку к рабочему месту и обратно можно оформить, позвонив по телефону 112. Также подтверждать право на выход из дома при помощи QR-кода надо при посадке в общественный транспорт или такси или для поездки на личном автотранспорте. Продолжение следует...